Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров М.Кулакова Когда я присоединился в Движение Сознания Кришны, я начал ходить туда. Преданные приехали в Великобританию, и Джордж Харисон помог им сделать записи Хари Кришна, а также запись Говинды в звукозаписывающей студии. И этот храм поддерживал сам себя тем, что они распространяли благовоние, они продавали благовоние, и коробочка называлась «Духовное небо». Я познакомился со знанием Кришны в первый раз, когда учился в университете. И кто-то продал мне журнал «Обратно к Богу». И на обратной стороне этого журнала было огромное изображение Нри Симхадева. В этом журнале было также очень много мандал. Я был очень приятным, я думал, что это очень интересно. Но, как бы, я не делал ничего. Но позже, когда я переехал в Лондон, и в Лондоне я покупал инсенсы, «Спиритульский «Скай инсенс». И этот журнал показался мне интересным. Там было много интересных вещей, но, однако, я ничего не предпринял. И после того, как я переехал в Лондон, я купил эту коробочку с благовониями «Духовное небо». И те благовония, которые они делали, они очень сильно отличались от индийских благовоний. Они имели очень сильный запах, и они имели фруктовые запахи, такие как лимон, клубника, малина. Здравствуй. На этой упаковке было написано, что у них есть храм, и каждое утро там проходит, медитация на восходе солнца. И многие люди приходили на эту медитацию. И также там было написано, что в храме проходит особая программа по воскресеньям, которая называлась «Пир любви». Я подумала, интересно, мне стоит прийти туда посмотреть. Но я так туда и не пошел, и однажды я делал покупки, и приобрел по дороге книгу, которая называлась «Кришна». Она была в середристой обложке, и там были изображены прекрасные Рада и Кришна. Я купил эту книгу, и он сказал, что у меня есть еще одна книга этого автора. Конечно же, это была книга Шрила Прабхупада. Мой друг, он вернулся, у него в руке были пару книг, и одна из них это была «Высшая система йоги». А вторая — это «Легкое путешествие на другие планеты». И я очень хорошо запомнил изображение Шрила Прабхупада, которое было на обратной стороне этой книги. И я видел эту книгу, потому что, когда я купил книгу Маха-мантра, у них были изображения, которые все сидели в передаче Шрила Прабхупада. И я очень хорошо помнил эту фотографию, потому что, когда я однажды купил записи с мантры Хари Кришна, там было изображение с фотографией преданных, которые сидели вокруг фотографии Шрила Прабхупада. И я не знал, чья это фотография, вокруг которой они сидят, но я подумал, должно быть это их гуру. И после того, как мы купили эти книги, нам стало еще более интересно, и мы вдвоем пошли в этот храм, и встретили там Мангакини Маточки. Вы слышали о Мангакини Маточки? Она много в России, да? Да. Вы все знаете ее здесь, в России. Она была пуджари. Она занимала деятели Радха Лондон-Ишвара. И на тот момент она была пуджари, она служила большинством Радха Лондон-Ишвары. На тот момент Лондон был единственный храм, в котором находились большие божества. Во всех остальных храмах были маленькие божества. Но Прабхупада, он приобрел эти божества для Лондона, и Мангакини Маточки, она была чуть ли не единственным пуджари, потому что она была на тот момент практически единственным человеком, который была вторая инициация, она была единственным браманом там. На алтаре были Радха Лондон-Ишвара, а над ними стояли Господь Джаганатха Баладева и Субадра. Но мы были очень новыми, и она была самая. Так что она одновременно 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 одновременно. В тот момент все было в наминку, и она переодевала божества только раз в неделю. Вообще-то нужно переодевать их каждое утро, а потом на ночь надевать на них ночные одежды. Но это храм был очень новый, и там было очень мало одежды для божества, поэтому ее меняли только раз в неделю. А Джаганат, который стоял сверху, вот и были тоже большие божества, их вообще переодевали только раз в месяц. И таким образом нам удалось поддерживать поклонение божества на таких основных минимальных стандартах. Но храм по себе был очень экстатичный, там было столько жизни. Там жило примерно 20 преданных. Только две девушки. Мундакини Матаджи и еще одна девушка из Америки. И 20 преданных, которых были британцы, либо с запада. И у нас был экстатический киртан каждый день. Мы арендовали старый дом, где находился храм. И когда мы прыгали во время киртана, дом трясся вместе с этими танцами. И все люди, которые жили также в этом здании, они все жаловались. Потому что все здание вибрировало, когда мы проводили киртан. Так или иначе, мы были очень счастливы вместе жить там. С соседями не были так счастливы, как мы. У большинства храмов у них проблемы с соседями. В России, кажется, вообще никаких проблем с соседями нет. Не так ли? Есть. И есть. И когда жалуются, да. Возможно, здесь дома просто более толстые стены, более изолированный звук. Да, то есть в России стоят дома такие с толстыми стенами, и звук так просто не проходит. Но в Китае с этим плохо. Там звук очень легко везде распространяется. И в Европе также. В Америке те же проблемы. Везде соседи это проблемы. Итак, мы были очень счастливы проводить санкептану каждый день. И Мундакини приходила и сказала, Прабхупада скоро приедет. Я сказал, кто это Прабхупада? Я был новый Девури, я не знал, кто это Прабхупада. Я сказал, кто это Прабхупада? Она всегда поддерживала с ним связь. Она обладает огромной любовью и верностью Швире Прабхупаде. И так продолжалось много месяцев. Она каждый день говорила, Прабхупада скоро приедет. Вот-вот. И это шло примерно полгода. И когда он наконец-то приехал, это было чудесное событие, мы встречали его в аэропорту. И когда шел Прабхупада, шел в аэропорту, мы все там упали в поклоне. Прабхупада улыбался, смотрел на нас. Уже была поздняя ночь, и поэтому все сразу отправились в храм. Там был организован автомобиль, который отвез Прабхупаду в храм. Однажды было такое, что даже Виталию за Прабхупадой прилетал, чтобы отвезти его в храм. Там было очень такое затрудненное движение, мы подумали, почему Прабхупаде там стоит в этих пробках. И мы наняли вертолет. И на тот момент Джордж Харрисон, он приобрел Бактивиданта Мэннер. И этот Бактивиданта Мэннер, он находился далеко за городом, и поэтому, тем более далеко от аэропорта, и мы подумали, лучше Прабхупаду отвезти людей на вертолете. И вот вы сделали на вертолете, и когда Прабхупаде приехал в следующем году, он спросил так, и где вертолет? Он сказал, в прошлом году вы меня на вертолете отправили. Почему в этом году на машине? Он сказал, Прабхупаде, но мы до сих пор платим за этот вертолет. Это было очень дорого. Прабхупаде смеялся. Он знал, как трудно нам поддерживать храм. И в те времена там было очень мало индийцев, которые приходили в этот храм и давали пожертвования. Если вы сейчас отправитесь в Лондон, вы увидите, что там очень много индийских преданных, и они поддерживают храм. Многие преданные, они как раз в индийском теле. Они родились в Великобритании, но их родители, они из Индии. Так как родители приводили их в храм, когда они были еще детьми, то когда они подросли, они стали ходить в храм. Они подумали, зачем мне как мудха работать на каком-то заводе, на каком-то предприятии. Я лучше стану преданным и буду работать там. Поэтому там очень много преданных, которых индийское происхождение, по родителям. И Прабхупада знал, что да, нам очень с трудом дается поддержание храма, у нас постоянные долги. Мы поддерживали храм тем, чтобы распространяли книги. И на тот момент еще не так много книг было выпущено. То есть был журнал «Обратно к Богу», был источник вечного наслаждения. Иногда были маленькие книги, но их было не очень много. И распространять книги каждый день, это была непростая задача. И в Лондоне еще не очень, в Англии еще не очень приятная погода, там часто ветрено, дождливо, влажность. И в такую холодную погоду мы одеты в тхоте с бритыми головами, нам было не очень комфортно. И нам приходилось прикладывать, конечно, много усилий для того, чтобы поддерживать храм. Так или иначе, мы устраивали праздники, мы устраивали Радхайатру каждый год. И в один год, когда мы устраивали Радхайатру, мой друг, преданный, он был во главе всего этого праздникства. Его зовут Махавишну Свами, возможно, вы его знаете. На тот момент он еще не был Свами, его звали Махавишну Дас. Молодой англичанин. И ему сказали этому молодому брамачаре, ты ответственен за Радхайатру, ты должен все организовать. И он спросил, а сколько денег вы мне дадите? Он говорит, денег нет. Тебе тоже нужны деньги организовать. Это молодой брамачаре, у которого не было работы, он просто ходил распространял книги каждый день. У него не было никаких денег, он думал, где их взять? Но Господь Кришна все организовал таким образом, что один из его родственников умер и оставил ему хорошее наследство. И он сразу подумал, так, раз я получил эти деньги, эти деньги пойдут на Радхайатру. И он организовал огромный фестиваль Радхайатры. По всему Лондону были постеры, говорящие о том, что будет проходить Радхайатра. Они построили колесницу очень большую, очень высокую. Все было украшено цветами. И был приготовлен роскошный просад, его было очень много, много сладких шариков. И паниры, сабджи, и самосы, и пакуры. Это был роскошный пир. И Прабхупада всегда хотел знать, что раздается, какой просад. Он говорит, принесите мне то, что вы раздаете гостям. Он всегда присыл тарелку. И Прабхупада присутствовал на этой Радхайатре и сказал, как все хорошо организовано. И он спросил, а где деньги ты взял? Он же знал, что у нас никогда денег нет. Он же где-то раздобыл деньги, чтобы все это устроить. И ему объяснили, что у этого преданного умер кто-то из родственников, и он получил наследство. И он все деньги потратил на этот фестиваль. И Прабхупада сказал, о, очень хорошо вложение денег. Прабхупада всегда был рад, когда тратились деньги на Кришну. Когда кто-то хотел пожертвовать деньги Шрилл Прабхупада, он всегда говорил, отправьте эти деньги в мой фонд по печатанию книг. Все деньги, которые он получал, он тратил на то, чтобы печатать книги. Но это было не очень часто, когда Прабхупада получал пожертвования. Прабхупада приехал в Лондон. И я помню, что Шрилл Прабхупада приехал в Лондон. Он был в храме, и туда пришел репортер из одного издательства. Он брал интервью разных людей и хотел поговорить с преданными. И как-то так вышло, что он брал интервью у меня. Я на тот момент был еще молодым преданным и ничего практически не знал. Но перед тем, как стать преданным, я прочитал очень много книг Майавади. Когда я пришел в храм, мне спросили, ты знаешь, кто такой Бог? Я ответил, да, я Бог, вообще все Боги. Но в тот момент я мало чего знал. И когда этот репортер спрашивал меня, я рассказывал ему все, что я прочитал в этих книгах о Майаваде. Эта статья была опубликована, и каким-то образом она попала на глаза Шрилл Прабхупаде. Прабхупада сказал, что это за глупость? Он сказал, что все наши преданные должны хорошо изучить нашу философию. Поэтому в начале своего пути я поняла от Прабхупада, что мы должны очень хорошо изучить нашу философию. Прабхупада всегда проверял, читаем ли мы его книги. И когда мы отправлялись с ним на утренние прогулки, Прабхупада мог спросить, так, откуда этот стих из Бхагавадгиты? Он спрашивал нас, так, что это за стих из Бхагавадгиты, откуда этот стих? А этот стих из Шримад Бхагаватам, вы знаете его? И мы ничего не знали. Прабхупада ожидал, что мы будем знать все эти вещи. Прабхупада ожидал, что мы будем знать все эти вещи. Однажды мы пели этот бхаган, и Прабхупада сказал, что очень хорошо, что это значит? Он сказал, что если вы поете песню, вы должны знать ее значение, ее слова. Однажды я помню, это было в Америке, это было в Гуру-кулахе, в Далласе. Однажды я был в Америке, в Техасе, в Далласе, и там была Гуру-кула, и там было очень много маленьких ребят. И когда начинался класс, эти мальчики, они сидели смирно и повторяли за лектором Амнамо Бхагавате, Васудевая, и Прабхупада повернулся к ним и сказал, что это значит? Маленьких, пятилетних мальчиков он тоже тренировал и спрашивал, что это значит. Он хотел, чтобы все, кто в его движении, они знали, что они делают. Я помню еще один случай, мы были в храме, у нас был класс Бхагаватам. Мы даже не обсуждали, мы просто сидели и читали Шримад Бхагаватам. И еще Прабхупада проходил мимо алтарной, он увидел то, что мы там сидим с книгами. И после этого он написал письма во все храмы, где объявил, что по утрам должен проходить класс Шримад Бхагаватам. Там было сказано, что должна читаться только одна шлока, все должны повторять эту шлоку. Нам приходится трудно в Китае, когда мы пытаемся составить китайцев повторить эти шлоки и Шримад Бхагаватам. В Китае им очень сложно читать даже транскрипцию, то есть они привыкли к иероглифам и им очень сложно передается. Но сейчас дела уже обстоят лучше, у нас есть некоторые преданные из Индии, которые помогают им изучать произношение, читать. И сейчас они могут это делать. Прабхупада хотел, чтобы мы каждый день разбирали по одной шлоке, и когда он приехал в Лондон, он начал с первого стиха. Он сначала произносил шлока, затем каждый из нас произносил, он слушал, чтобы все было произнесено верно. Также он проходился по всему храму и проверял, как хорошо мы убираем храм. Куда бы Прабхупада ни ездил, он всегда проверял все храмы в Майяпуре, в Риндаване. Однажды в Майяпуре, он был в Майяпуре. В те времена Майяпуре было очень просто. Они были, как этот один туалет, который использовал по всему храму. Бенгалисты, в Венгалисты, в Храме. И однажды в Майяпуре, в храме, это был очень простой храм, там был всего лишь один туалет на всех. То есть и западные преданные, и бенгальцы, они все пользовались этим одним туалетом. Прабхупада ходил по кругу, и он приехал в туалет, и он просто взял его кейн и открыл дверь. И он увидел, что внутри все было дурно. И Прабхупада, он прогуливался там по площадкам и подошел к этому туалету. Он взял свою трость и тростью сказал, он тростью так показал, откройте дверь. Когда эту дверь открыли, там было очень грязно внутри. Прабхупада очень разозлился, что это за грязь, почему вы здесь не убираете. И каждый начал оправдываться, Прабхупада, я здесь не мусорью, мы этого не делаем. И Прабхупада сказал, нет, если вы браманы, вы должны убрать это место. Если вы его не почистите, вы никакие не браманы. Прабхупада изучал химические формулы. И он знал химические формулы. Мы изучали химию в школе, но уже ничего не помним. Основание плюс кислота выпадает в соль и воду. Основание плюс кислота выпадает в соль и воду. Харе Кришна. Содиум-хидроцид плюс ацид, HCl, хидрохлорическое ацид. Вы получаете реакцию. Вы получаете соль, Содиум-хлорай, NaCl, плюс H2O. Вы знаете H2O? Да. Водород. Ой, водород. Аж 2О. Водород. 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 И так, когда смешивается основание кислота, в результате получается реакция. И Прабхупада объяснил, так же должна появляться реакция, когда Браман вступает в контакт с грязным местом. Он просто не может оставить это место грязным. Если вы оставляете где-то после себя грязь, вы не Браман. И Прабхупада объяснял нам, как это важно, содержать все место в чистоте. Прабхупада также учил нас очень простой жизни, не накапливать вещи, то есть иметь минимальный набор необходимых вещей. Особенно для Брамачари. Вся одежда должна помещаться просто на один крючок на стене. То есть все, что вы имеете, все ваши пожитки, они должны помещаться в узелок из ткани. И так Прабхупада учил нас жить очень простой жизнью. Во времена Прабхупада практически все жили в храмах, в ашрамах. Сейчас есть очень много пожилых, преданных, либо семейных людей, которые живут вне храма. Но во времена Прабхупада мы все были молодыми людьми, и мы жили в храме. Прабхупада говорил нам, во сколько нам нужно вставать. Все должны были вставать в четырем часам утра. Неважно, дома вы находитесь или в храме, все должны встать в четырем утра. Потому что только таким образом можно получить это благоприятное время дня. И самое благоприятное время – это Брахма-Мухурта, время до восхода Солнца. В каком времени здесь Солнце стает? В каком времени здесь Солнце стоит? Нас! Вы're cheating. Not true. That's right, that's true. No, not yet. Not yet. Later, not yet. В каком времени здесь с солнцем? А, нау, не в венере. Нау 6.36 будет. 6.30. Half past seven. Half past six. Yes, half past six. So, sunrise is... Брахма-Махута is one and a half hours before sunrise. Итак, Брахма-Махута наступает за час до восхода солнца. So, five o'clock. В пять часов утра. So, that's the time for meditation. Это время для медитации. Right? But Prabhupada говорил, что все должны просыпаться к четырем часам. Because you have to take bath, you have to clean up, get ready everything, and then put on your tea-like everything, and so then sit down, meditate. Так как нужно встать, принять омовение, одеть чистую одежду, поставить тилаки. And Prabhupada told what should be the morning program. It was all orchestrated by Prabhupada. And Prabhupada said what we should eat for breakfast. Также Prabhupada говорил нам, что есть на завтрак. Prabhupada said, how many chickpeas? We would eat this, there's a thing called chickpea. It's chana. It's very high protein. It's a bean. Like a pea, actually. Like a pea. Little round balls. Мы ели нут. Ну, это очень высокобелковый продукт. And Prabhupada said, you can have eight chickpeas. И Prabhupada говорил, вы должны восемь горошин этого нута съедать. No more. Не больше. Eight chickpeas, no more chickpeas. Вы можете съесть апельсин. И овсянка на завтрак. Maybe halava. Иногда может быть halava. Or upma. You know upma? Или upma. Да, да, да. Да? Что это? Upma. Upma. Это блюдо, как halava, только с овощами. Halava is sweet, but upma is more salty. Halava сладкая, upma соленая. In the cold weather, it's very good to heat the body. В холодное время года она очень хорошо разогревает тело. We put butter in it. It's nice to put some heat in the body in the winter. Мы добавляли туда масло, чтобы в теле появлялся какое-то тепло, жар. So like that, we take that for breakfast. И вот таким образом мы завтракали. And then lunch would be rice, dal, chapati, sabji. И на обед рис, dal, chapati, sabji. And then we wouldn't eat in the evening. И мы не ели вечером. But glass of hot milk. Но выпивали стакан горячего молока. А по воскресеньям был пир. So we would only eat sweets and opulent food one day a week. И мы ели сладости и какую-то роскошную еду только по воскресеньям. Прабхупада очень заботился о здоровье преданных. Прабхупада хотел, чтобы все следовали здоровой диете и следили за своим здоровьем. И Прабхупада всегда контролировал еду, которая готовилась. Иногда он что-нибудь пробовал и говорил, что это просто ужасно. Кто это приготовил? И если Прабхупаде не нравилось, то вы обязательно об этом узнаете. И он мог пойти на кухню вместе с вами и научить вас готовить. Иногда преданные готовили пури неправильно или чапати. и фури не вздувались, и чапати были сделаны неверно. И Прабхупада очень расстраивался. Однажды я был в Калькутте в храме, и Прабхупада был там. И каждый день мы делали прекрасные, мы предлагали фрукты. А в час дня Божества отправляются отдыхать, и их будет около четыре часа. И когда мы будили Божества, мы предлагали им оплоднос с различными фруктами. И когда Прабхупада был там в Халькутте в этом храме, он сказал, «Покажите мне, принесите те фрукты, которые вы предлагаете Божествам». И Прабхупада взял один из этих фруктов, попробовал, сказал так, кто это купил? Итак, это была Бенгалия, Калькутта в Бенгалии, там много бенгальцев. И эти фрукты купил один бенгальский преданный. Он не был побрит, но он приходил фрам регулярно. И Прабхупада сказал, «Так, я хочу увидеть, позовите его сюда». Ему передали, что Прабхупада хочет его увидеть. И когда тот пришел, Прабхупада сказал ему, «Ты бенгалец, и ты не знаешь, как выбирать фрукты, эти фрукты просто ужасны». Он сказал ему, «Ты бенгалец, ты должен знать, как выбирать хорошие фрукты для божеств». Прабхупада всегда следил за тем, чтобы все, что предлагалось Божествам, было высокого качества. Прабхупада, он тренировал, он учил нас, чтобы мы также были всегда разумными и выбирали только лучшее, а не всякий мусор. Another time, with the deity's garlands, this was in America and USA, with the deity's garlands. Somehow, the devotees didn't have any fresh flowers for the deity's garlands. Был один случай в Америке, когда у преданных, у них не было свежих цветов, чтобы сделать гирлянды для божеств. И когда Прабхупад увидел эти гирлянды, сделанные из этих цветов, он сказал, эти цветы, они вообще не горятся, они же высохшие. Почему вы из них сделали гирлянды? Он сказал, у вас бхавы просто никакой нет, поэтому вы предлагаете это Кришне. А Прабхупад был очень обеспокоен, чтобы все происходило должным образом. Храм должен быть хорошо убран, он должен быть чистым. Однажды во Флориде была очень хорошая погода и преданно строили программу снаружи храма. И они всю поверхность, всю землю там уложили травой. Это же была не трава, а сена. Тот, кто возглавлял этот храм, он подумал, что вот преданные, они рассадутся там на этом сене. И Прабхупада, он стал их отчитывать. Вот так, у всех красивые лужайки, зеленые газоны подстриженные, а у вас здесь какое-то сено везде. Это не такая простая вещь удовлетворить чистого преданного. Так как стандарты у чистого преданного, они очень высокие. Он всегда хотел самое лучшее во всем. И все должно было быть всегда вовремя. Прабхупада утром отправлялся на прогулку и приходил всегда вовремя к приветствию Божеств. И если там что-то было не готово, и алтарь не открывался, Прабхупада говорил, почему не открывается алтарь, почему вы опаздываете? Прабхупада, которые за занавеской алтаря в страхе быстро одевали Божеств, очистили алтарь, убирались там и открывали его. Прабхупада всегда хотел пунктуальность. Все должно быть вовремя. Прабхупада был иногда жесток в некоторых местах. И если кто-нибудь сидел на классе с закрытыми глазами, Прабхупада сразу одергивал такого человека, почему ты спишь? Прабхупада оправдывался, Прабхупада, я не сплю. И Прабхупада ему говорил, у тебя глаза закрыты, ты не двигаешься, значит ты спишь. Никто не мог спорить с Прабхупадем. Он всегда побеждал. И Прабхупаде нравилось, когда к нему приводили разных людей навстречу. И в Великобритании также приводили интересных людей к нему. Иногда людей из политики или из правительства, иногда полицейских. И Прабхупада, он им проповедовал. Когда приобрели Бхактивданта Мэннер, там был один человек, он был садовником, он следил за всеми растениями и деревьями. И однажды Прабхупада, он увидел этого человека, он спросил, кто это. Ему сказали, ну это садовник, он следит здесь за газонами, за деревьями. И когда они разговаривали с Прабхупадем, этот садовник сказал, я люблю сладости. И Прабхупада сказал, я тоже люблю сладости. И садовник сказал, что из-за того, что я люблю сладости, я потерял все свои зубы. Но Прабхупада сказал, я тоже люблю сладости, я их ем, но все мои зубы на месте. И Прабхупада сказал, что разница в том, что я ем молочные сладости. Он сказал, что если есть молочные сладости, тогда зубы не будут портиться. И Прабхупада так организовал, чтобы этому садовнику тоже дали эти сладости молочные. Однажды в Нью-Йорке преданные сделали сладости для Прабхупада, но они сделали их с шоколадом, марципаном и другие западные вещи туда положили. И Прабхупада говорит, что это такое, что это за сладости, что вы сделали, я сказал вам бенгальские сладости сделать. Прабхупада не любил все эти западные вещи. Он всегда учил нас индийскому или бенгальскому стилю кухни. И он ожидал, что мы всегда будем божеством готовить именно такие сладости и блюда. Когда отправляешься в Италию, то там каждый день готовят спагетти, макароны, пиццу. Американцы любят пиццу. Но Прабхупада хотел, чтобы мы готовили для божеств по ведическим рецептам. И он вдохновлял нас также киртаны проводить в традиционном стиле. Мриданга и караталы. Он говорил, что гармошка, это гармония, это только для баджанов. А для киртана, мриданга и караталы. Однажды я был на прогулке со Шрила Прабхупадой. Мы обычно ходили на прогулку со Шрила Прабхупадой. Прабхупад liked to go every morning. The doctor told them you should go for a walk every morning, Свами Джи. Однажды доктор ему сказал, что вы должны гулять каждое утро, Свами Джи. So, because the doctor told them, so Prabhupada started every morning going for a walk. И после того, как врач сказал ему, Прабхупада каждое утро ходил на прогулку. He liked to go sometimes to go to some park somewhere. Обычно он ходил в какие-то парки. So, one morning I got to go with Prabhupada. We were only four people. И однажды я пошел на прогулку, было всего четыре преданных. There was Prabhupada and there was Prabhupada's secretary, Шамсундра Прабхупад. Был Швила Прабхупада, был его секретарь, Шамсундра Прабхупада. And me and one other devotee. The devotee, he was a brahmachari from America. А был я и еще один brahmachari из Америки. So, we went with Prabhupada on the morning walk. We went in the park. И мы пошли с Prabhupada на утреннюю прогулку в парк. So, Prabhupada liked to clean his teeth. He would use a stick. He would use the eucalyptus twig. And Prabhupada, он чистил зубы эвкалиптовой палочкой. You know eucalyptus tree? You know that tree? So, it's, you know, they just rub the teeth with a twig. They don't use toothpaste, they don't use toothbrush. They just use the twig and they chew the twig. And from the twig comes chemical, it cleans the teeth. And палочкой, веточкой от эвкалиптового дерева можно чистить зубы. Никакая паста, никакая щетка не нужна. Она чистит зубы очень хорошо. Do you ever do that? Did you clean your teeth with a twig? Вы когда-нибудь сделали так? Кто-нибудь пробовал палочкой зубы чистить? They offer twig to Jagana every day. When in Jaganathpuri temple, they will offer the twig for the teeth in Jaganath to clean his teeth. Каждое утро в Jaganathpuri, Господь Jaganathpuri, ему предлагают эти палочки эвкалиптовые с утра. So Prabhupada liked these eucalyptus twigs to clean the teeth. So he asked the devil, he said, can you get me some twigs from that tree? So this tree was in the park, it was in one park. So the devotee started breaking some branches off the tree for Prabhupada's twigs, for Prabhupada's tooth brush. But a policeman came, a policeman came, a British policeman said, hey, what are you doing? Hey, you cannot do this. This is the queen's property. But a policeman said, you cannot touch the tree. This tree is the property of the government, belongs to the queen. You're breaking, you're taking. This is not for you to take, not for you to break. So Prabhupada was watching, Prabhupada said afterwards, he said, we were just taking one twig. He said, the British government, they took so many things from India. He said, all the jewels and the queen's crown, they all came from India. I'm just taking one twig from the tree. And they're complaining. And they're complaining. So anyway, we were on the walk and Prabhupada saw some people were sleeping in the park and the policeman was coming and kicking them. Get up, get up. So Prabhupada saw how the young people were living in the park. He said, they're home, they have a home, their parents have a nice home, but they're living in the park. And the policeman is kicking them. And Prabhupada said, these young people, they have a family, they have a home, but they want to live here in the park, and the police are here killing them. He said, this is their karma. He said, this is their karma. So then he told us a story. He said, just like one day, Lord Shiva and his wife Parvati, they were walking together in the marketplace, when one beggarman came and asked them for some alms, alms means donation. And Prabhupada рассказал нам одну историю. Однажды Shiva and Parvati, they went to the market, and one of them came to the market, and one of them came to the market and asked for some alms. So Lord Shiva didn't want to give anything. But Parvati, she is a woman, and women are kind-hearted. She said, we should give something for the poor man. But Lord Shiva said, you won't be able to change his karma. It's his karma to be poor. So Lord Shiva then took a fruit, he took this big fruit, and he put some valuable jewels inside the fruit, and then he closed the fruit. And then he gave the fruit to the man. So the poor man got the fruit, what does he do with the fruit? He goes and sells it in the marketplace for a few paisa. And what did he do with the fruit? And what did he do with the fruit? He sold it very cheap. Lord Shiva said to his wife, you see, I gave him valuable things, he sold it very cheap. And Shiva said, you see, he sold it very cheap. So this way Prabhupada was telling us, he said, everyone has their karma to suffer and to enjoy. And Prabhupada сказал, вот так у каждого есть своя карма, каждый страдает и наслаждается мир своей кармой. This is the work, material nature is binding us, placing us in conditions. Таким образом, материальная энергия, она держит нас связанными. So Shriya Prabhupada was always concerned for other people, he wanted to benefit, to give people some benefit. Shriya Prabhupada, он всегда беспокоился о других людях, он хотел принести, дать им какое-то благо. One morning, he was in the car, and other devotee was in the car with him, and they could see people going to work. Everyone was going to work in the factories. And the devotee said he could see Prabhupada had tears in his eyes. He said, they are so unfortunate. And this is the way he saw tears in the eyes of Shriya Prabhupada, he said, they are so unfortunate. They are working in these hellish conditions every day. So Prabhupada had a lot of compassion for people, and he wanted to try to give them a better life. And that's why we had the food for lunch. It's a life program. And Prabhupada organized that. When he saw children in Mayapur, they were eating the food from the garbage. So Prabhupada said that nobody should go hungry within the temple, within five kilometers from the temple. And so Prabhupada organized this food for life, distributing prasadam for the needy people. He said, how much he cared about other people. He cared about other people. Okay. Any questions? Yes. Any questions? Они говорят, что сейчас благовония, которые продаются в Индии, они ненатуральные, что там очень много синтетических добавок. А где тогда брать хорошую благовонию? Они говорят, что инс... 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 which made in India, it's not natural. They are not natural. There are a lot of synthetic adds in it. So where can we buy natural incense? Well, you can make it yourself. Natural incense. Devotees in Mayapur make incense. You can get the incense from Mayapur. That would be natural. Преданные в Mayapur, они делают натуральные благовония. Вы можете там их приобретать. Yeah, you get from Mayapur. They make it. Нет. ... Okay. ... Последний выезд Мамарыч перевозил из Китая до распространения. На китайском языке книжки как-то там. Брать какие-то там листовки еще там, даже большая. И они вот у нас лежат, что 50 лет. Валера, их нельзя расписывать. Что с ними теперь делать? Игорь теперь уже не... Он не писал, а расписывал, но читал. Они лежат. Может быть, их надо распространять. Благодарю отнесите. Пока раз я сказала, что Таня Клещенко надо распространять, там время окончилось. Три года не было сообщений из Китая. Они в нормальном состоянии. Они хорошие, очень нравятся. Надо представить, я им предлагаю. Почему там какие-то хорошие. В боготолюбинщицах намного приходит читать. Я это говорила, чем графа. Он хочет взять. Нет, мы с ним нет этим вопросом. Нет, просто это мы с вами с вами с вами. Садитесь по нему теперь. Я думаю, да, что мы выходим на Харинал, и всех тех, кто им спострейд, по мелодикам родите, им нужно дать. Будем задавать этот патрус или, в принципе... Это наш вопрос как-то больше. Так, Хладинин Дэвидаси спрашивает. Если нравится играть на физгармонии и петь киртан, а Шрила Преупада дал стандарт. Киртан под караталу и мриданку. Получается, когда играем и поем на физгармонии, это занижение стандарта? Если мы хотим играть на Хармонии и петь киртан, но Шрила Преупада дал стандарт. Киртан с караталу и мриданку. Итак, физгармония, она больше для баджанов. Итак, физгармония, она больше для баджанов. Они играют на аккордеон. Иногда они тоже могут делать это. Физгармония — это обычно когда мы сидим и поем, а киртан там стоим или танцуем. То есть, лучше караталу и мриданку, но сейчас некоторые преданные используют аккордеон. Он звучит так же, как физгармония. Физгармония — это вообще новое введение, потому что во времена Господа Чайтаньи физгармонии не было. Физгармонии стали появляться последние 200 лет. Они пришли из Франции. Есть вопрос? Ага, Машенька. У меня вопрос по пейшей жизни. Мы раздаем пищу. У нас люди приходят пьющие, приходят кто-то бездомный, приходят пенсионеры. Кто-то бывает хорошие люди. У нас была учительница, кто-то из школы. Всякое случается. И мы кормим уже два года, больше двух лет. И не провоцируем ли мы их не работать, и просто приходят как до года, приходят бесплатно кушать еду. Потому что многие преданные отказываются участвовать в пищей жизни и говорят, я не хочу кормить дремонию. Несколько раз именно эту фразу слышали. Вопрос, что у нас уже несколько лет, пару лет идет программа пищи жизни. И туда приходят пьющие люди, люди из неимущих семей, некоторые пенсионеры и также безработные. И некоторые преданные отказываются участвовать в этом проекте, потому что они говорят, что это провоцирует людей так же не работать, никак себя не обеспечивать. Они говорят, мы не хотим кормить дармоедов. То есть это очень сильно демотивирует. Вопрос в том, действительно ли мы поддерживаем таким образом в людях желание не работать. Для двух лет мы проводили программу «Food for Life» и мы дали food для уничтожения, для уничтожения людей, алкоголики, и другие социальные люди. Вопрос в том, что это стимулирует их и не найти работу, и просто есть comida для свободы. Ну, это может быть. Может быть, это может быть. Может быть, это может быть. Я не знаю. Вы должны рассчитывать, если государство не подчиняется или нет. Ну, я не знаю, так это или нет. Вы должны сначала рассмотреть, как правительство, как руководство к этому относится? Я не знаю, как к этому относится Ваше правительство. Я не знаю, как к этому относится Ваше правительство. Становятся ли люди безответственными, получая пищу бесплатно? Прабхупад изначально организовал эту программу в Майяпуре, потому что там были очень бедные люди. Детям приходилось рыться в отходах и искать там себе что-то на пропитание. И Прабхупада это очень сильно беспокоило. Прабхупада построил там огромный храм, и люди с запада жили в этом храме. И местные жители были в глубокой нищете. И западные люди жили по гораздо более высоким стандартам, чем местные жители. И Прабхупада не хотел, чтобы были какие-то конфликты между местными жителями и западными преданными. И Прабхупада хотел показать, что он заботится о них, что они предлагают им еду. Но Прабхупада говорил, что они не должны убрать еду домой. Он сказал, что они должны есть ее там, на месте. Потому что он говорил, что если они возьмут ее домой, они добавят туда рыбу. Бенгальцы очень любят рыбу. Потому что там течет Ганга, и там очень много рыбы. И местные люди там едят очень много рыбы. И он не хотел, чтобы прасад смешивали с рыбой. И он говорил, что если они хотят получить прасад, пусть они едят его здесь. Мы хотим распространять прасад абсолютно всем, не только низшим классом, но и людям из высших слоев населения. Потому что люди из высших сословий, им также нужна милость Кришна. И Прабхупада говорил преданным, когда вы распространяете прасад, вы должны давать его всем. И Прабхупада говорил, что если вы даете еду только алкоголикам, неимущим, безработным, то это будет просто мирская благотворительность. Это не духовное. Это не духовное. Что ты одна что-то хочешь прасад? Мы тоже хотим. То есть нет. Когда Мапиджи работала в больнице, они предлагали фрукты, это сдавали всем сотрудникам и также пациентам. И сотрудники увидели, что эти фрукты предлагаются изображению Господа. И они стали класть туда хлеб с маслом. Мапиджи Наранги посмотрела на это, но вроде бы не мясо. Они говорят, что ты думаешь, что ты только одна хочешь получить прасад? Когда Мапиджи Наранги работал в больнице, они distributed фрукты. Они дают прасаду, но они дают прасаду в больнице. Они дают прасаду в больнице. Они дают прасаду в больнице. Мапиджи Наранги посмотрел и спросил, что они делали. И они сказали, что они тоже хотят получить прасад. Очень хорошо. Мы хотим, чтобы все получали прасад. Да, мы хотим, чтобы все получали прасад. В праупаде иногда приходили преданные и спрашивали. Мы пытались получить одобрение, что, допустим, кто-то занимается санкиртами и считает, что это самое главное. Мы, например, тоже когда путешествовали, книги распространяли, мы считали, что в санкирт ничего нет. Или кто-то просад готовит, думает, что вот это самое лучшее. Или божеством служит. Ну и каждый в своей сфере думает, что вот это самое важное. Или строительство к храму. И должен ли преданный стремиться к тому, чтобы получить какое-то служение, и думать, что вот это самое важное. Или важно, что ли, просто понимать, что, ну, как сказать, по обстоятельствам действий, да, и пытаться быть полезным, что ли. Ну, просто, да, как-то, что ли. И... Как вот Прабхупады, ну, какое вы настроение ожидали, что ли? Какой бы он был дар садим, так ли? Конечно, понятно. Ну, сейчас по-русски скажу, и ты поймёшь. Понимаете бы или нет. А к Прабхупаде приходили разные преданные, они занимались разным служением, и каждый из них спрашивал про то служение, которым занимается. Это же самое лучшее. Санктаны – это же самое лучшее служение. В строительство храма – это же самое лучшее служение. И так далее. Каждый говорил про своё служение. Да, обычно, ну, у него было сложно как бы раскрутить, чтобы он стал вот это самое лучшее. И вопрос в том, что стоит ли искать вот это самое лучшее служение и держаться за него, или нужно действовать по обстоятельствам и делать то служение, которое сейчас необходимо. Да. Иногда как бы духовно учиться конкретно, да? Ну, там, миссию какую дают, ну, служение, строй храм, да, или там, распространение книги. Классно же. Вот. В каком-то случае, да, ну, что-то не так. То есть, в некоторых случаях духовный учителям даёт конкретное наставление заниматься каким-то определённым служением. А в остальных случаях, вот, что следует делать? So, different people came to Shrila Prabhupada and asked him about their service. Was it the best service? For example, I'm doing Sankirtana. Is it the best service? Or I build the temple. Is it the best service? And Prabhupada doesn't usually answer something to them. And the question is that, is it right to do just your service? What do you think is the best? And more important to do what you have to do right now because of circumstances? For example, there is no pujari and someone has to do puja or another services have to be done. Yes. Right? You have to do what's necessary. Второй пункт, он будет более правильным. То есть, нужно делать то, что сейчас необходимо. And you should be satisfied with whatever particular service you find yourself in. You should be satisfied that Krishna has given me this opportunity to do this service. And we should be satisfied and happy with the service that comes to us. Because Krishna has given him. And the bodhis would often bother Prabhupada what's the best and which deities are the most beautiful and everything. But they're all beautiful and all service is good. Not that one service is better than another, but all service is absolute. It's done for the pleasure of Krishna. It's not the service which is important, but it's the attitude in which you do the service. And to Shvili Prabhupada, we often often ask people to ask him, what is the best service? What is the best service? What are the best services? What are the best services? But they're all the best. And all service is the best. And all service is the best, because it's all on the absolute level, if it's done with the right consciousness. So, the best service is the best service that we do in the right consciousness for the right consciousness. – No place support is the taggedис why it should be. – We will think ofself the mastillas. – It is wonderful, yes? – You see, like Maha Raja says, am sorry. – That's cool. Like where it turns into race. – And all service – It's not to be due to any kind of service fromury�� of 90 to 90 every day. а просто развивать себе настроение слуги и будить им счастливым. Да, если Духовный Учитель не дал вам какого-то конкретного доставления, то делайте то, что сейчас необходимо, то что требуется. Духовный Учитель будет счастлив, когда видит, что вы заняты в служении Кришне. Если у Духовного Учителя есть на вас какое-то особое служение для вас, он обязательно вам об этом скажет и обратит на это ваше внимание. В чате есть вопрос, преданный хочет голосом задать. Абхачиран Прабу, говорите сейчас. В микрофон включите Абхачиран и говорите. Вы там? Харе Кришна, Гуру Махараджи, примите мои поклоны. Хочу поделиться небольшой реализацией. В данный момент у меня день, так как очень далеко нахожусь от Дальнего Востока. И я на работе. Вчера во время вечерней лекции меня позвал мой начальник давать какие-то свои наставления. Ну, я положил наушник в карман, сделал звук на минимум, пошел к начальнику. В то время, когда я сидел возле него, ну, по-видимому, Крише не понравилось, что никто не слушает его наставления. Телефон сам переключился на громкий звук, и на весь офис стала звучать лекция. Ну, вот так вот. Харе Кришна. Абхайчиран Прабу told us a story that happened yesterday. His boss asked him to go to him, and he went to his room, but he was listening to our evening lecture at this time. He mute the telephone and went to his boss. But when he was in front of him, suddenly, the phone started playing lecture loud across the room, that everyone can hear it. Абхайчиран Прабу said that Krishna didn't like that nobody hears the pure devotee, so he made it to hear the lecture to everyone. А были ли вы все, были в итоге все довольны, кто услышал эту лекцию? Что об этом начальник подумал? Начальник был немножко в шоке, он вообще не понял, что происходит, но мне пришлось быстро выключить, чтобы все успокоились. His boss was shocked, he didn't understand what was going on, and he quickly muted, muted the phone. Но в любом случае все получили милость. Но в любом случае все получили милость. Все получили милость. Да. Я не знаю, если это милость так легко, если они услышали отрывок из лекции на пару минут. Один момент, вопрос. Какие качества силы плопады у ученика считалась самыми главными? Какие качества ученика Швилла Прабхупада считал самыми главными? What was the Prabhupada's opinion, the most important disciple qualities? Well, what was the most important disciple quality? I never heard Prabhupada particularly say, I guess, devotion to Krishna. Devotion to Krishna is the most important. From devotion to Krishna, all the good qualities will come. Thank you so much for the lecture. Oh, one time we were in Bombay and Prabhupada, it was 1977, so Prabhupada was in very poor health and he had come to Juhu Temple and he was in his room upstairs in Juhu Temple and he wanted kirtan, he wanted all the time devotees to be there to chant for him. Though it happened, you know, we were given turns to go in, we were going in pairs and we would have cartels much smaller than very tiny cartels and we would sit with the cartels and chant for Prabhupada. So I was with this other devotee, young American brahmachari and we were chanting for prayer. Prabhupada, and we were chanting Hare Krishna, but then at one point, this other devotee chanted, govinda jaya jaya, gopala jaya, and immediately Prabhupada opened his eyes and looked up and he said, just chant Hare Krishna. So that was one of Prabhupada's very final instructions we got from him. He just wanted to hear Hare Krishna's mantra. He just wanted to hear Hare Krishna's mantra. Okay, so, Prasanna for everyone here. Big face. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Телефон тоже. 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 Телефон тоже.